Далёкая, но такая притягательная планета. Вполне возможно, что она обитаема. Вполне возможно, что она лучший претендент на жизнь, даже чем планеты Марс и Венера. Почему? Давайте постараемся в этом разобраться. Итак, землеподобная планета вращается у желтой звезды Кеплер-452, что уже очень радует, ведь звезда относится к классу G2, как и наше Солнце. Они красный, безжалостный карлик, который своими вспышками и радиацией сжигает всё на своём пути. Впрочем, в связи с тем, что возраст звезды оценивается в 6 миллиардов лет, на полтора миллиарда старше, чем Солнце, она на 10% больше его в диаметре и на 20% ярче. Конечно, не просто наличие звезды G-типа делает планету особенной, а то, что её орбита проходит на таком расстоянии от звезды, что она постоянно находится в пределах обитаемой зоны. Но что бы это значило? Зона обитаемости – это область в космосе с наиболее благоприятными условиями для жизни земного типа. Это значит, что учитываются практически все условия для жизни, просто мы этого не видим. Ведь пригодность для жизни определяется следующими факторами – наличием воды в жидкой форме или не в жидкой, достаточно плотной атмосферой, химическим разнообразием и наличием звезды, который приносит необходимое количество энергии. С точки зрения астрофизики было несколько стимулов к возникновению понятия зоны обитаемости. Поэтому для примера рассмотрим нашу Солнечную систему и четыре планеты земного типа – Меркурий, Венеру, Землю и Марс. У Меркурия нет атмосферы, и он находится слишком близко к Солнцу. Поэтому если там и была жизнь, то она превратилась в безжизненную массу, которая сойдет только для 3D-печати. Эта планета с печальной судьбой, потому что даже будь у нее атмосфера, она была бы непременно унесена солнечным ветром, непрерывно истекающим из короны звезды потоком плазмы. Что ж, рассмотрим остальные планеты. Это Венера, Земля и Марс. Они возникли практически в одном месте и при одинаковых условиях – 4,5 миллиардов лет назад. И поэтому их эволюция должна быть довольно схожей. Сейчас, в начале космической эры, когда мы продвинулись в изучение этих планет при помощи космических аппаратов, полученные результаты показали экстремально различные условия на этих планетах. Теперь мы знаем, что на Венере очень высокое давление и очень жарко на поверхности, примерно от 470 градусов по Цельсию. Это температуры, при которых многие вещества даже плавятся, не говоря уже о человечках в разных суперкостюмах. Из первых панорамных снимков поверхности мы увидели, что она совершенно не живая и практически не приспособлена к жизни. Вся поверхность – это один материк. С другой стороны, Марс. Это холодный мир, мир, который потерял свою атмосферу. Это, опять же, пустынная поверхность, хотя там есть горы и вулканы. Атмосфера из углекислого газа очень разреженная. Если вода там и была, то она вся вымерзла. На Марсе есть полярные шапки. И последние результаты миссии к Марсу говорят о том, что под песчаным покрытием, реголитом существует лед. А это очень хорошо для ее колонизации. Но все же главная проблема остается. Она заключается в низком давлении и сильном ионизирующем излучении на поверхности. Так что, если там и будут люди, то им будет непросто. И, наконец, жемчужина нашей солнечной системы – Земля. Очень благоприятная температура. Вода не замерзает, по крайней мере, не всюду. И именно на Земле существует жизнь, как примитивная, так и многоклеточная. Как разумная, так и не очень. Казалось бы, мы видим небольшую часть солнечной системы, в которой сформировались эти планеты. Но их эволюция, как видим, совершенно разная. И на этих первых представлениях о возможных путях и возникла идея о зоне обитаемости. Поэтому решением стало поиски так называемых биомаркеров. Биомаркеры – это химические соединения биологического происхождения. Мы знаем, что в основном биомаркером на Земле, например, является присутствие кислорода в атмосфере. Мы знаем, что на ранней Земле было очень мало кислорода. Простейшая, примитивная жизнь возникла рано. Многоклеточная жизнь возникла достаточно поздно, не говоря уже о разумной. Но затем, за счет фотосинтеза, начал формироваться кислород. И таким образом изменилась атмосфера. Сейчас мы знаем, что есть целый ряд планет с кислородными атмосферами. Но формирование молекулярного кислорода там вызвано не биологическими, а обычными физическими процессами. Скажем, разложением паров воды под воздействием звездного ультрафиолетового излучения. А благодаря программе Кеплер, которая существует уже долгое время, мы совершили качественный скачок в исследовании экзопланет. Однако из года в год планеты сотнями отсеиваются из-за суровых и порой экстремальных условиях на них. Но только не планета Кеплер-452b. Именно она как раз и отличается необходимыми характеристиками. Что же в ней особенного? И неужели она может быть лучше Марса и Венеры? Да, может. Планета делает один оборот вокруг своей звезды каждые 385 дней. Ее диаметр всего на 1,6 раза больше диаметра Земли. По последним оценкам Кеплер-452b по массе больше нашей планеты приблизительно в 5 раз. Сила тяжести на ней примерно в 2 раза больше, чем на Земле. Но следует помнить, что масса и сила тяжести пока еще лишь весьма грубо оценены. Землеподобная планета получает всего на 10% меньше света от своей звезды, чем Земля от Солнца. Но при этом у планеты более мощная атмосфера и плотный облачный покров по сравнению с Марсом. На ней вероятно наличие действующих вулканов, но в умеренном количестве. Все это, если учесть и более пожилой возраст звезды, позволяет предположить, что на планете Кеплер-452b наблюдается парниковый эффект, подобный тому, что есть на Венере, но в отличие от нее, без плавающих лицо температур. Но на этом хорошие новости не заканчиваются. Получилось идентифицировать диапазон планеты, которая подвергается достаточному облучению ультрафиолетом, чтобы запустить процесс живых организмов. Согласно этой гипотезе, углерод от метеоритов, которые появились на молодой Земле, взаимодействовал с азотом в атмосфере, формируя цианистый водород. Этот элемент проливался на поверхности, в виде дождя, где затем взаимодействовал с другими элементами, активируемыми ультрафиолетовым светом от Солнца. Химические соединения, образовавшиеся в результате этих взаимодействий, создавали строительные блоки РНК, близкого родственника молекулы ДНК, которая, как полагает большинство биологов, была первой молекулой жизни, способной нести информацию. Более того, в лаборатории с помощью ультрафиолетовых ламп удалось воссоздать эти реакции и сгенерировать предшественников липидов, аминекислот и нуклеотидов. Все они являются важными компонентами живых клеток. Да, Кеплер-452b не зря называют родственником Земли, даже несмотря на то, что ее слишком сложно наблюдать с помощью современных приборов. Нам даже пока неизвестно, существуют ли на ее орбите Луны. Но телескопы следующего поколения, такие как Тесс и Джеймс Уэбб, будут в состоянии оценить свойства еще многих планет, которые лежат в зоне абиогенеза. Или зоны возникновения жизни. Конечно, такое возможно только если жизнь на других планетах будет развиваться так же, как и у нас. Но что мешает жизни развиваться по иной цепочке? И там могут обитать не просто бактерии, а нечто большее. Ведь все для этого уже существует. Что если бы вы оказались на планете Кеплер-452b? Совсем одни. Чем бы вы себя заняли? Наверное, прежде всего попытались найти разумных существ. А между тем, можно было бы построить шалаш из синих грибов. Помариновать желуди на зиму. Да и почему бы не покататься на космических зебрах? Предлагайте свои варианты событий. Конечно, это все фантазия. Но правда в том, что из почти 5700 планет-кандидатов, обнаруженных телескопом Кеплер, найдено без малого дюжина похожих на Землю. А Кеплер-452b уже почти ее двойнит. Разве это не вдохновляет? Из бескрайнего моря планет только нашей галактики, мы рассмотрели крошечную часть и уже нашли немало миров, почти готовых стать обитаемыми. А может, обитаемыми в прошлом или прямо сейчас. Но есть и печальная новость. Несмотря на то, что человечество достигло многого, наши технологии все же по-прежнему недостаточно хороши в плане скорости. Звездная система Кеплер-452 находится на расстоянии 1400 световых лет от Земли, в созвездии Лебедя. И самый быстрый космический аппарат, когда-либо созданный человеком, летел бы к планете Кеплер-452b 25 миллиона лет. Если бы что-то и долетело, то это был бы изношенный кораблик со скелетиками на борту. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует...